Грязевые озера и реки разлились в Нижнем Новгороде. Из-за неустойчивой погоды и активного таяния снега на улицах стала скапливаться вода. Сообщение о потоплениях дорог мы получаем из разных концов города, но, пожалуй, название самого большого водоема города может претендовать набережной Грибного канала. Чувствовал, если честно, как ноги шикочут. Уже залило. Карбюратор. Вот сейчас на аккумуляторе выехал. Сейчас будет просушиваться и дальше, если удастся. Все страшно, но он уже сломался. Вон, только что сломался. Да подождите. В общем, администрация ничего не предпонимает. Ай, фиг знает, вода чуть бежит, попала. В итоге заглох. Он сам тормознул. Че, говорит, будешь что-то просто есть, будешь что-то вытаскиваться. Я говорю, давай, придется, че. Сам бы не выехал, однозначно. Она там встала, меня стартер вообще не крутил, потому что... Дороги ушли, считай, с метров 20-25. Вон, аккумулятор был в воде. Номера это... Ну, и водители сами, конечно, в этом немного виноваты. В плане того, что номера все-таки прокручивать надо. Ставят на жгуты. А это первая лужа. Номера теряются вообще моментально. Я вот говорю, я сколько здесь не езжу, вот эта лужа, она здесь постоянно. То есть, как снег начинает таять, то у них тут прорвет что-нибудь, то... Она здесь регулярно. Уходить некуда в воде. Сделали бы какой-нибудь дренаж или чего, она бы уходила. А так никому ничего не надо. Вон, выкачаем. Вот через ночь и завтра день. Может выкачаться, пристать не будет. Сейчас единственный вариант это откачка этой воды, потому что это самая низкая точка, и другого варианта там нет. Но в будущем надо рассматривать вариант строительства ливневой канализации, хотя это в этом месте не дешевое удовольствие будет, так как там даже вблизи какой-либо ливневки нет.